Встреча с школами Есть еще и творческая. Это средняя школа номер 14. О ней мы и расскажем в рамках очередного выпуска совместного проекта нашего медиахолдинга с администрацией Твери и при непосредственной поддержке Тверской городской организации профсоюза образования. В двух корпусах этой школы, старом и новом, постигают знания почти 1300 учеников под руководством 70 педагогов. Среди них довольно много опытных учителей с огромным стажем работы по профессии. Есть и совсем уникальные личности, как, например, Людмила Владимировна Кашулина, которая и училась здесь, а затем и пришла сюда работать. Огромное влияние на выбор профессии оказала ее классная руководительница. Это был человек, единомышленник, человек творческий. И работать с ним было, конечно, замечательно. Я думаю, что есть такое понятие, как призвание. Вот от работы, от какой-то можно увильнуть. Но когда ты идешь в школу и, знаете, не считаешь минуты, часы, когда ты понимаешь, что ты здесь нужен, что здесь есть творчество, здесь есть настоящее общение, наверное, все делает эту профессию. Но кроме того, знаете, всегда был замечательный коллектив. Школа была маленькая, учителей было человек 20. И мы были, я бы даже сказала так словами одного поэта, как однодружная семья. У нас даже были и праздники вместе, и семейные праздники вместе. И, конечно, люди, учителя, знаете, любили это общение, любили творческое общение. Поэтому все, что есть сейчас в школе, и театр, и художественное чтение, и разные творческие дела, вот истоки, они то, в маленькой школе. И я говорю огромное спасибо своим наставникам. Вот у меня за всю жизнь, наверное, было три директора. И это были замечательные люди. Это вот были люди, которые действительно, как мне сейчас, может быть, уже не модно говорить, себя в это дело вкладывали до последнего. Они учили и работать, и отдыхать, и общаться. То есть вот была такая гармония. Ну и потом, если говорить о сегодняшнем дне, о долголетии, я, наверное, благодарю Бога за то, что мне, знаете, последние года как-то вот он, наверное, улыбается. Не скажу, что судьба. Потому что ведь школа для меня – это дети, родители и мы. И у меня замечательные дети, замечательные родители. Это я вам искренне говорю. Потому что я действительно, вы понимаете, есть возраст, но есть вот та лёгкость в работе. Только поэтому, что есть вот это слаженное общение в коллективе с детьми и, конечно, с родителями. А вот педагогический путь Софии Емельяновой только начинается. Она вообще ещё совмещает работу в школе с магистратурой. И при этом уже успела добиться немалых успехов в профессии учителя химии, которым она решила стать ещё будучи студенткой. В университете была отличницей и занималась научной деятельностью. И занимаюсь ей до сих пор. Да, буквально недавно представляла Тверскую область на конкурсе «Студент года» в «Интеллекте года». Такая номинация. И также недавно стала финалисткой грантового конкурса «Умник». И химия со школьных времён мне очень нравилась, прям с первого урока. И я пошла получать образование, бакалавриат, затем магистратура и вернулась в родную школу работать. Одной из задач своих уроков София считает применение полученных навыков на практике. Например, она рассказывает, как при помощи лимонной кислоты и соды можно дома очистить посуду. И многое другое. Есть отдельный блок, это домашняя химия, когда ребята, получая различные кейсы, могут применить их дома. Да, например, как получить кристалл, вырастить дома, как можно использовать средства для течения посуды по-особенному. Как самим сделать такое средство из подручных средств, например, из лимонной кислоты и соды. И уж тем более прикладной дисциплиной смело можно назвать уроки технологии. Они особенно важны для тех, кто только приходит в школу. Навыки работы с руками, моторика, у них намного хуже, чем было тогда. Тогда дети с детского сада шнурки завязывали и пуговицы сами, как говорится, застёгивали. А современным детям мы пытаемся всё время сделать что-то более лёгкое. Обувь, значит, на липушечках. Если одежда, то пускай будет на змейке. Поэтому у детей вот как раз умение работать так, плохо развито. Работать в плане письма. Ручку тяжело держать, карандаш тяжело держать. Лепить нам сложно, пальчики наши слабенькие. Но руки всё равно связаны с головным мозгом. Поэтому я считаю, что умение больше даже работать руками, деткам маленьким, гораздо важнее, чем их обучить, например, чтению лет 5-6. Елена Кобзева – учитель начальных классов. Причём именно классов. Их у неё сразу два. И вот один из них сейчас занимается фольклором. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Такие песни ребята разучивают под руководством преподавателя из знаменитого колледжа культуры имени Львова Юлии Кочегаровой. Приглашение такого уровня педагогов со стороны – это принципиальная стратегия 14-й школы, которая приносит свои плоды. У нас работают артисты театра, у нас работают артисты кино, артисты телевидения. Если говорить о каких-то направлениях работы, и все с профессиональным образованием – танцевальным, хореографическим, вокальным образованием – это дипломированные специалисты. И в творческих конкурсах мы постоянные победители, лауреаты театральных фестивалей, фольклорных фестивалей, конкурсов чтецов, инсценировки басен. С нами хотят работать библиотеки, школы города Твери и так далее и тому подобное. Между тем Юлия Кочегарова, прекрасно знающая свое дело, отмечает, это звучат именно русские народные песни, а не современная стилизация. Это именно русские народные, это подлинные народные песни, иногда даже песни Тверской области мы поем. Не народных песен мы не поем, песен в стиле народных мы не поем тоже. А какие вы в итоге песни, например? Ну, например, такая общеизвестная, широко распространенная песня «Светит месяц». Плесовая песня «Ой, сад во дворе». Много колядок, много масленичных песен и других песен, которые сопровождают народные праздники. Для создания действительно той самой аутентичной атмосферы, чтобы было, как у Пушкина, здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Дети исполняют песни в национальных костюмах. За костюмы спасибо родителям. У каждого ученика свой костюм родители шьют или покупают, каким-то образом приобретают. Костюмы, во-первых, дают атмосферу особую, потому что, как бы хорошо не пели люди песни без костюмов, восприятие немножечко другое. Когда одеваются костюмы, это сразу ощущение подлинности, ощущение праздника. В 14-й школе активно развивается и театральная студия. Тоже благодаря приглашению в качестве педагогов профессиональных служителей мельпомены. И это также приносит свои результаты. У нас есть актер театра и кино, который закончил театральную студию имени Табакова. И сегодня он действующий артист кино и театра. Соответственно, Максим Виноградов, мы им гордимся. О нем есть публикации. Но буквально недавно в доме Андрея Дементьева, посвященной его творчеству, наши ребята не просто посетили музей Андрея Дементьева, но и показали постановку творчества, которые через произведения Дементьева отразили судьбу поэта. И, насколько мы поняли, отзывы как раз представителей, присутствующих на данном творческом вечере, сказали, что они такого еще не видели. Сотрудничество с профессиональными актерами не означает, что в 14-й школе нет собственных кадров. Они есть в лице Ильи Маркова, который тоже отмечает пользу от работы с Тверскими театрами. Я достаточно плотно сотрудничаю с Театром юного зрителя. И у нас проходили просветительские акции. Вот недавно мы стали участниками акции от Российского общества знания, знания театр. Приглашали актеров с мастер-классом. Он рассказывал детям про направление как раз драматургии, давал мастер-класс по актерскому мастерству. Также наши дети активно посещают театры в рамках и уроков литературы, в рамках и доп. образования. Потому что действительно тоже важно погружаться в ту культурную среду города, в которой ты живешь. Это и драматический театр, и театр кукол, безусловно. Потому что в каждом театре можно найти выдающееся произведение. И артисты, конечно, тоже с нами нам помогают активно. И директоры, директора театров тоже с нами. Мы с ними на связи и всегда рассчитываем на их помощь. Мир искусства правит бал в 14-й школе не только в рамках кружков, но и на уроках, например, музыки. Ее детям преподает Екатерина Химченко. Причем очень вдохновенно. Наверное, потому что сама заболела этим предметом еще со школы. В первом классе, благодаря фольклорному кружку, который у нас был, обнаружилось, что у меня есть вокальные данные. И вот именно с первого класса вся моя творческая вокальная деятельность и пошла. Благодаря чему имею свои какие-то достижения. Поэтому я считаю, что это очень важно. И прекрасно, что у нас есть такая возможность предоставлять ребятам и такое воспитание тоже. А разностороннее воспитание для ребят все-таки это не зацикленность на только точных и естественных науках. Это расширяет мышление, фантазию, мозговую деятельность. К своим урокам Екатерина подходит креативно. Конечно, дети слушают здесь и Моцарта, и Чайковского, и Баха, и Глинку. Однако есть что-то и посовременнее. В старших классах можем познакомиться с творчеством группы «Битлз», группы «Кино». Ребятам это очень сильно откликается в сердце. Они с удовольствием поют. И даже учитывая, что они старшие классы, и мальчики, и девочки с радостью, мы поем вместе на уроках песни, которые и им близки, и подходят к нашей теме разговора. И мы находим в этом точки соприкосновения, от чего интерес к уроку у них не пропадает. Есть в 14-й школе даже своя телестудия. С очень милым названием. Кнопка. Ей уже больше восьми лет. Все эти годы ученический телепродакшн постоянно развивается. В 16-м году, когда пришел к директору с целью создать школьную телестудию, был вопрос такой, чем будет заниматься? Решили сначала делать школьные новости, снимать игровые документальные фильмы. А сейчас расширились и снимаем вплоть до анимационных фильмов и компьютерной графики. Новое наше направление – это мультипликация. Занимаются более 30-40 детей, одновременно садятся за стол и в совместном творческом процессе ищут какие-то новые варианты развития событий, новые сюжетные линии ищут. А персонажи самые разнообразные. Креатив в 14-й школе проявили и при создании музея. В нем есть очень необычная коллекция головных уборов. Ее, говоря по-ночному хранитель, учитель географии. Но кому же еще собирать предметы одежды из многих стран мира? Тут действительно представлены все континенты. С этого началась коллекция главных уборов. Это наша ученица, уехала в 7-м классе с родителями в посольство во Вьетнам. Но это не вьетнамский главный убор, а лаоский. И вот с него как-то она приехала, вернулась к нам в школу, продолжала учиться. Ну, кстати, училась позднее, потом закончила школу, пошла на геофак, отработала учителем географии. И у нас поработала, в Москве поработала, а сейчас где-то вернулась. Хотела в посольство уезжать. Ну, уже такая, это примерно десятые годы, двухтысячные. И дальше уже все это как бы началось. Дальше как бы что-то сами как бы... Это куплено в музее Востока. Мы сами ездили с учениками, допустим. Это ручная работа, например, узбекская. Видите, в одном из сел Узбекистана вот так и делают они. Это очень часто можно использовать, в принципе, на уроках или даже в 11-м классе. Ну, например, вот это китайский главной убор, да, а это вот Камбоджа, вот туда. То есть здесь можно как бы спросить, во-первых, с какой-то страны, а второе, как бы это же попроще, да, как-то подешевле, а это побогаче. Ну, побогаче, потому что Китай все-таки, давайте уж говорить, первой экономикой в мире, поэтому они могут себе позволить вот такие вот вещи делать. Ну, это Австралия, тоже выпускница наша, примерно 98-го года. Выпуск 98-го она привезла, она там пожила и вот вернулась оттуда, подарила нам. От учителя что-то привозили. Это последнее вот, последнее вот этого. Это моя ученица здесь сейчас, вот она сидела с Арменией. У нее армянские корни, вот так наполовину она у нас, вот привезла. Есть некоторые военные, главные уборы, так. Вот Апакас, мы с Непом ездили по кориду Непал, и вот привезли нам с Непала. Вот, поэтому мы так с Еленой Евгеньевной потихонечку собираем. Но вся эта любовь к гуманитарным наукам вовсе не означает, что по естественным наукам ученикам 14-й школы чего-то не додают. Наоборот, здесь нет никакого спора физиков и лириков. Одно дополняет другое. Мы считаем, что те качества, которые развивают посредством такого вида деятельности, они являются универсальными и помогают не только в освоении предметов гуманитарного направления, да, или в творческой деятельности, но и при освоении точных наук и научных деятельностей. У нас много детей, которые после наших театральных студий поступают и в технические вузы, но там проявляют себя в студенческой жизни тоже очень креативно, активно и являются лучшими студентами и выпускниками. Допустим, вот если про Алексея Стрельникова говорить, он сейчас учится в МГУ, на математическом факультете, является лучшим студентом года, или там, Фархад Атажанов, но они вот были как раз участниками наших театральных студий, постановок, концертных событий каких-то. Поэтому еще раз говорим, что это для развития личности ребенка. Однако успешно здесь развиваются и личности педагогов. Например, уже знакомый нам Екатерина Химченко. Она не только отлично учит музыке, но и превосходно представляет родную школу на внешней арене. В 2022 году выиграла городской этап всероссийского конкурса «Учитель года», а затем стала призером на региональном уровне. Участие в этом мероприятии на нее произвело огромное впечатление. В профессиональном росте, конечно же, это знакомство с коллегами, с первоклассными коллегами, которые огромные профессионалы своего дела. И благодаря этому расширилась и своя методическая база. То есть свой профессиональный уровень, он все-таки стал выше в понимании, как нужно вести урок, что это вообще такое, или какие новые сейчас требования вообще в образовании, в системе во всей происходят. То есть благодаря вот этому социальному взаимодействию больше следишь, находишься в тренде современного образования, но это, конечно, очень важно для учителя не стоять на месте. И, конечно же, я являюсь председателем этого клуба «Пеликанево», поэтому я считаю тоже своим профессиональным ростом. Меня теперь приглашают и членам жюри на городских и региональных конкурсах. Вышли за рамки не только своих кабинетов школ, а на территорию города. И работаем с институтом усовершенствования учителей. То есть спектр деятельности стал шире. Что вы в итоге привнесли в свои уроки по итогам участия в конкурсе «Учитель год»? Вы сказали, какие-то новые методики и так далее. Что вы добавили, например? Ну, я, например, добавила некоторые приложения, которые можно использовать благодаря сети интернета, которые рассказали коллеги, и от этого уроки, тем более для малышей, стали еще интереснее. Мы познакомились с некоторыми интересными методами оценивания уроков. Не то, как мы привыкли традиционно, когда учитель спросил и ответил, а то, что самооценивание или дети взаимооцениванием происходят. И вообще, что они теперь оценивают даже каждый этап своего урока. Как они вначале поработали, как они спели песню или как они распелись. То есть даже вот такие маленькие элементы мы с ними отслеживаем, и они сами наблюдают динамику, как они поработали сегодня на уроке, где у них что-то западает, а где они, наоборот, преуспели. Вот раньше такого в прежней системе, по крайней мере, не было. Уже не один десяток лет 14-я школа развивается в таком вот ключе. Стандартные уроки по русскому, математике, физике и прочим наукам. И театр, фольклор, плюс телевидение. Директор школы убеждена, что такое направление работы полностью себя оправдало. С 1992 года вот этот эксперимент по внедрению в школу предметов эстетического цикла театра, ритмики, фольклора, риторики привел к тому, что школа получила свое лицо, отличающее наше образовательное учреждение от других таких же школ города Твери. Впоследствии эта система дополнительного образования переросла в систему интеграции основного и дополнительного образования. И сегодня силами этих предметов, творческих предметов, мы поддерживаем свою основную образовательную ступень. То есть у нас проходят уроки театра, уроки конференции, творческие концерты, все внеклассные мероприятия при поддержке этой системы осуществляются и, безусловно, осуществляются на достаточно высоком уровне, профессиональном. Зачем нам это надо? Ну, прежде всего, это нужно не сколько для школ, сколько для наших ребят. Потому что школа призвана не только развивать образовательный потенциал у ребенка, интеллектуальный, но и развитие личности ребенка, в первую очередь, связано с развитием его индивидуальных способностей и особенностей. Так что можно не сомневаться. В 14-й школе и дальше будет наблюдаться такой успешный симбиоз гуманитарных и естественных наук, что придает учебному заведению его особенности. Да можно проще сказать, уникальность. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok